Это Грэд. И категория фильмов не для всех. 18+, может быть, даже и больше. Фильмы бывают разные, но для кругозора посмотреть можно. Это Тайне, 2011 год. Сложная и тяжелая драма режиссера Дарона Эрена. Главных ролях Кэнт Ян, Ютон Анбарек, Леомор. Этой актеры нам неизвестно, потому что они израильские. Кто-то даже канадские, но тем не менее. Примера месяца 12 января 2012 года. Это горе для родителей, для отца, матери, для брата. Узнать, что любимый сынок трансвестит. Или трансгендер. Или гей. Они думали, что в семье растет настоящий, настоящий, вырастет, точнее, настоящий мужик. Мужчина, который подарит матери детей. В матери подарит внуков. Отец станет дедушкой, а мама станет бабушкой. Будут бегать внучата. Но сын подарил только горе и разочарование. К сожалению, это реалия нашего современного проклятого мира. И словно дьявол вселился в таких людей. К сожалению, это болезнь. Тяжелая духовная болезнь. Трансвестизм. Гейство. ЛГБТ-тематика запрещена в России. Но мы просто должны знать об этом. Что существуют такие фильмы, что есть такие люди. И лучше к ним вообще никак не относиться. Лучше не смотреть и не видеть, что такие есть. Благополучная и состоятельная семейная пара обнаруживает, что их 17-летний. 17-летний. Сын Ассав ведет двойную жизнь. Я бы сказал, двойную игру. За пределами дома он носит женскую одежду. Испытывая непривязнь к своему генетическому полу. То есть изначально пацаненок не любит свое тело. Он хочет быть женщиной. То есть он в теле паренька девочкой. Это страшно, конечно. Это вообще для человека здорового, который понимает всю ситуацию, тяжело это воспринимает. Что мальчик хочет быть девочкой, а девочка хочет быть мальчиком. Обескураженные родители в воспитательных целях выгоняют подростка на улицу в надежде, что тот получит урок. Вернется домой и возьмется за ум. Ассав уходит из дома, чтобы больше не вернуться никогда. Спустя 4 года мать нанимает частного детектива, чтобы тот нашел пропавшего сына. И тут заболевший раком отец доживает последние дни. Вскоре будто из ниоткуда в клинике появляется очаровательная медсестра Анна. А кто же, кто же Анна, чтобы ухаживать за больным? Так вот, это Анна и есть. Этот больной сынок. Который, видимо, сделал уже операцию и превратился в эту Анну. Отрезал себе. Ну ладно, не будем, конечно, обо всем этом. Друзья, фильм категорий не для всех. Будут у нас еще на обзорах такие фильмы и про геев, и про лесбиянок, и про трансфестизм, про разные тематики. Это не значит, что мы хотим их смотреть. Просто мы хотим понять, как так получилось, что эти люди пошли по не тому пути жизни. Воспаленный мозг не может до сих пор понять, почему мальчик хочет быть девочкой, а девочка хочет быть мальчиком. Это просто, это нереально понять. Болезнь духовная, демонская, демоны в людях, демоны в людях, так еще, по-другому никак сказать. Это тайне 2011 года. Режиссер Доран Эран подарил нам в кавычках эту работу. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, играет ревью в Яндекс.Зен. Кино бывает разное, не всегда хиханьди да хаффиньки, но бывают и тяжелые драмы, психологические. Сейчас современное общество, современная синема, игровая индустрия сейчас повязана в этом гействе, разврате, садомии. Вы понимаете, что просто потерян божий страх. И вот такое вот, к сожалению, такие фильмы, игры, сериалы мы видим. И будем, будем, все их будет больше и больше. Это страшно. Ставьте, друзья, лайки, подписывайтесь на каналы и добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok